Я хочу вам рассказать о методике атомной космикроскопии на двумерных материалах, на примере, начну с графена и так далее. В общем-то, я не лектор, я не могу вам построить лекцию, например, на тексту, точнее, с созданием выхода, я не могу сделать научную лекцию с формулами, как это делает Валерий Владимирович Горязанов, как это будет. Я просто человек, который умеет работать на камере. Для меня атомный космикроскоп – это просто инструмент, с помощью которого я позволяю, а, сваливаю любопытство, пытаюсь что-то сделать в науке и помогаю своим друзьям. Сейчас я хочу представить результат работы. Вот полгода назад у меня появился новый прибор, появилась новая возможность работать в другой лаборатории. Если вы посмотрите на федерации, которые у нас здесь представлены, в основе, это, конечно, инфобилик. Тот же самый центр изучения мозга и сознания под эгидой Костяна-Расюрова, он тоже находится на фестере. Половина этой работы была сделана в процессе, в Российском фронтовом центре, институте науки и технауки. И сейчас все время откроем, наверное, центр учеников. Короче, большая команда моих коллег, учеников и коллег, которые этим делом занимались, я не скажу, чтобы они мне помогали. И после этого работали вместе со мной. Но вот этим превентуарким может защититься. Казарян защитился. Казарян начинал на русском фестере. Малышкин Павел защитился. Катерей в прекрасном масле делает жил, что пришел ко мне на русском. Моя личная любопытство началось с того, что когда, давным-давно, с самого публикации 2008 года, я увидел вот эту картинку. Это транзистор, свинговый, на графине. И качество, во-первых, я поразился масштабом. Какая литография на графине. Меня удивило, что я такое можно сделать. Потому что я знал, что такое электронная литография. Ну и, соответственно, я смотрел с другой стороны, качество границы. Меня абсолютно не любит Тарелло. Я заболел картинкой очень долго и сказал возможности, как может произойти, как можно сделать что-то лучше, чем то, что здесь состоит. Ну, литография, понятно, что литография. И говорить, лекцию, в смысле строить на объяснение всяких методов литографии, она, в общем-то, достаточно бессмысленна. Потому что, по крайней мере, в этой аудитории люди, которые занимаются наукой. Потому что, что такое литография, имплютивно, мы и так понимаем. От первых стен картинок. Все это построено на этом принципе. И вот из всего этого, я, конечно же, буду в рассказах сканирующей зондовой литографии, для ее возможностей современных. А что мне единственное, что здесь понравилось, кроме всего того, что мы уже и так знаем. Это вот это атомная наноэфотография. Что это такое? Это камера обскура. Представляете? Для молекулярного атомарного пучка. Вот это, чтобы люди придумали эту литографию, ну, как работает камера обскура, вы все понимаете, это проективная геоптика, блокадал строит уменьшенную копию, там, включая основная литография. Рисунок, которые сделали. Но зато атомами нейтральных, нейтральными атомами, если вы сумеете их обликно разделить. Это действительно интересная вещь. Что касается сканирующей зондовой литографии, сканирующей зондовой литографии, сканирующей зондовой и Айтема, сотни работ, сотни работ, но литографии сканирующей зондовой литографии не существует. А работа много. Вот мы умеем так делать, мы умеем так делать. Вот кто бы потом это все поставил, кто бы потом это все сказал, что давайте это будем использовать для создания нового какого-то типа. Нет. Поэтому то, что я вам сегодня буду рассказывать, а, во-первых, это нигде пока не опубликовано, мы только получили результаты этих возможностей. И результатом этой нашей работы, полугодовой работы, является то, что теперь я могу сказать, что зондовая литография существует, по крайней мере, в применении к самым окружальным и необходимым на данном этапе злоумерным слоистым веществам от этих академийных. И, соответственно, так, HB. Все остальное я имею в виду зондовые литографии. Извините. Ну вот. Попытался я когда-то сделать литографию, как положено, как написано, что это дело литографии. Но с помощью иглы, алмазные иглы, я взял, начал выдавливать на поверхность стекления кисельного управления, то есть на стекле посудя такие рисунки. Да, можем выбирать. И, казалось бы, это решение задачи. Но что вы потом дальше стекле рисуете не будете делать? Вот я нарисовал, написал. Могу выгоречить свой портрет, портрет Путина, а не сказать, например, или еще что-нибудь. Что-то, что. Здесь что происходит? Здесь кластеры СИО2 просто выдавливаются, брошатся, удаляются с поверхности аморфного СИО2 с помощью алмазной, то есть твердой иглы. Ну, дальше все зависит от того, какие методы вы это делаете, либо какой стратегии. Здесь я, значит, продемонстрировал возможности двух методов. Один, значит, из них, вот здесь вот, это векторный метод, ну, что такое метод? Поставил иглу и провел по лесу. Правильно? Заданными параметрами. Либо силой. А здесь растровый метод. То есть беру растровую картинку, в каждой точке щупы поверхности и нужный момент на дату. Да? Растровый метод, в принципе, постоянное растровое растровое изображение и векторное изображение. Свети, а можно вопрос? Да. Вот какой размер картинки тут не сильно видно, наверное? То есть он 10 микров. Это я попробовал. А можно вот такой глупый вопрос? Вот он выдавливается и вот остаются, ну, могут ли быть какие-то остатки или там закоротки? Это основная проблема всех-всех методов. Да, то есть я вот вижу вот здесь вот полосочка, например, да, то есть она как-то неравномерно чёрная, да, то есть явно... Ну, понятно, понятно. Вот это основная проблема. То, с чем мы и боролись. Всё, что я сегодня буду говорить, это калорийность и проблемы тут брать вот эти все сходы. Ну да, да. Остатки вариантов. Мы решили, что мы решили сказать на пальцах. Это тоже древние попытки СТМ-литографии, понимаете, да? Ну, как можно с помощью СТМ, когда у вас нет контроля за глубиной, именно глубиной разбития процесса вашего удаления вещества, ну, нет контроля. Как вы можете сделать что-то более-менее? Да. Ну, вот это 15 назад эти попытки сделал. И всё. А, вопрос. Да. Ну, интересная работа по моделям для кружочка сказал там что-то приют с людьми это что? Да. Эта литография, но это не для простых людей. Если бы у вас была такая арморатура, вы бы тоже тоже самое сделали, если бы посидели там дня три-четыре на одной партиночке. они там даже мультфильмы прекрасные фильмы вывели в своих лекциях показывать фильмы как картинка сделает это. То есть это не бед массово такое А что? Расскажи, что массово можно сделать? Если это одна-две установки во всём правильной литографии. Литография. Вот возможности электронной литографии. Вот здесь представлено, это я просто картинка для интереса мой студент Антон Росгурс, который ничего не понимал в литографии, когда пришёл ко мне на четвёртый курс, да, когда он закончил у нас поступил в аспиратуру, люди, которые учили его литографию, приходили в музеции. Вот эта картинка, она непременно мне очень нравится, но для возможности электронной литографии, которая действительно литография, она есть. Как бы это сделал теперь в нано-масштабах, много меньше, мы пытаемся сделать. Здесь, на самом деле, если посмотреть вот это, карбон-нано-трубка, эти решения. Весь цинус вот этой методики, в том, что эта карбон-нано-трубка находилась на стенке, однако, она решит, её нашли, её тогда синтезировали, ну, здесь потоком, на стену, на стену, на стену, на стену, объект, с которым вы работаете, не портился в литографии. в данном случае, один из таких подходов, на натрубку, сначала надо положить на подложку всего два, например, а потом здесь что-то сверху можно делать, по-другому не научиться. Они перепробовали тысячи вариантов. Только этот метод более-менее сработал. Он не сработал. Конечного результата нету. Более или менее что-то стало получаться хорошо. Положили эту карбонную натрубку, после этого напылили электроды, значит, вот это у нас электроды, сверхпроводник, вот это у нас золотые электроды, это гейты, вот эти Кулоновские точки, да, это с Кулоновской закатом. у нас сверхпроводник, это у нас значит электроды детектора. это сплитер Кулоновский партнер. Такую задачу до сих пор он ее решает, мы еще не решаем. Объект этот сделал, но тут возникают проблемы уже чисто технологические, что здесь контакт с ЦНТ, здесь здесь, здесь, четыре контакта, ну три контакта. Два из них работают, один нет, один работает, два нет, и так далее, десяток таких образов, каждый образец это порядка месяца, десяток таких образов, кончилось, но на этом деле, они сумели, параллельно с этим разбили методику неразрушающей литографии, то, что называется, грим, литографии, где нет ни ацептона, там ничего, просто соль, вода, это ровно, такая, такого же качества литография может быть на биообъектах. если это у вас, биообъект, например, там, то, может, если вы сделаете обычную электронную литографию, обычную электронную литографию, с последующей проводкой резиста, вот, то вы просто уберите, а с помощью методики, которую Гребенхор и губасы, решите эту задачу, делаем совместимую литографию, реформную литографию. Слава, они делают так, что сначала бесконечное количество контактов, и так далее, а потом напрасывают на нее... Это тоже проверяли, не работает. Это отдельная песня, это отдельная целая, если так это можно назвать, но лекции можно десятку прочесть. вопрос. У вас было назвать перечисленные литографические методы, какой из них самый, ну, с помощью какого из них делают сейчас 3,5 на метр? Вопрос в промышленности или вы хотите для себя личность? Ну, промышленность интересно, но если что-то есть круче промышленного сейчас, то какой из них? Я думаю, что круче промышленного это примерно то, что я вам сейчас буду рассказывать. для себя, если у вас есть приборы, ну, аэфермер, это, конечно, не то, что вы сделаете для себя, и я вам расскажу, как. А в промышленности это, скорее всего, ультрафиолетовые оптические литографии. То есть, далее ультрафиолетовые да, они там, значит, у нас даже в стране, которая отставка страны, не тот, 24 нм. Весь мир и 14 нм. именно месяц был и газоварочный простой. Понятно, уже по 14 нм. прошли, на ТВТ работают, вроде бы, как успешно. но, понимаете, это все-таки литография для промышленности, вот такая, такое изделие, ровно, что все по-моему, через светодицию, он уже сделал прибор не кабельный. Ну, немножко другие задачи, и другая литография. То есть, это еще не рентген. То есть, просто удивительно, что, вроде как, ультрафиолетов до 10 нм, как можно с помощью него 3 сделать? То есть, можно. Даже с помощью электронной литографии, стенки, которые дубятся, когда вы резисты в сути, имеют толщину много-много меньше, чем то, что вы рисуете, вы даетесь нарисовать, разрешение электронной скорости. Ну, сейчас электронная литография, даже не знаю, скажем так, 30 нм, это не просто. Ну, и тут, начнем. Я вам говорил, удивление в мою погоду, это графинного транзистора, которого, значит, на основном, где они сделали, вот, ловит толчок в реализации этой моей мечты, вот эта вот статья. Ну, я даже не знаю, это, конечно, шутка, не шутка, но жилинши, да, девочки, значит, что такое, автор жилинши, значит, китайцы. Японцы, которые в этой статье присутствуют, они, вот это макроста, здесь люди использовали H, и N, это дирекциональные ректора, вот, и вот эти люди это длительственные в мире, самые, 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 которые умеют поставлять самую, эти дирекционные. Они, вот они опубликовали удивительную работу, с которой мы, собственно, стартовали. Посмотри, мы работаем с флейками, маленькими кусочками двумерных материалов, графенки, это самое, HBM, многих аккадемидов, ну, все что угодно. Второе, или кто делать, чтобы делать какую-нибудь токовую литографию? как-то это, я не хочу, я не хочу, я не хочу. До сих пор всегда существовала литография с помощью, это имеет смысл иногда, в некоторых случаях. Это, так называемое, ЛАО, это Local, Anonymous, Incidation. Это, с помощью туннеля, микроскопа, например, тонкую, титановую, пленочку, можно прописывать на дна, естественно, сделать рисунок из этого, разорвать какой-нибудь электрод, какие-нибудь, такие вещи, можно сделать. Параллельно, я просто на будущее немножко информацию закинул, мы делали этот ЛАО на вольфраме, с помощью апелляции делали, они протисляли вольфрам, и уделились мы, не сказали, классно, мы отмывали воду, окисленные вот полоски, которые получили на вольфраме, водой просто отмывался, состоится вольфрам, и вон транширка, то да, естественно. На Ниомии, например, мы делали этот ЛАО, там никогда не уберете вольфрам, это сложно, это, ну, а во что, высоте, зачем, ну, не серьезно, вы разрушите все, чтобы нано создать. А тут, народ, значит, Тан ЛАО, использовал дно, без второго электрона. Обратите внимание, кремливые, хайли-долк или нет, это не райдрой, на самом деле. У вас есть некоторый полупроводник, достаточно, на котором есть достаточно толстый окисел, в данном случае, лежит, понятно, что никакого тока вы, вот здесь вот, DC ток, получить можете, в принципе, ну, а вот, ток смещения загнуть, да, работаем на то, что здесь есть емкость, ТЕ по ДТ, ну, ДТ по ДТ, скорее, в системе, ток смещения, он вполне себе порождает здесь токи, которые порождают химическую реакцию. В данном случае, нам интересна диссоциация воды. Я не так и формулу не пишу, потому что мы так скажем, аж, что-то активно, что-то неактивно, ну, что-то, кислять, что-то восстанавливает школьную физику. Ну, на самом-то деле, не так. А тут еще и вода. Да что народ делает? Вот это токи смещения работает не просто на природу, а, в первую очередь, они действуют на воду, вода разлагается, диссоциирует, и потом в этой же воде этот же природ начинает длить. можно спросить, да? То есть, это, скажем, во влажном воздухе делается, или это покрывается водой? Во влажном воздухе. Здесь не нужна какая-то. Я потом вам реализацию покажу. Таким образом, методика мечта. Вам не нужно, по сути, ничего. У вас должна быть проводящая тепла атомикосметроскопа, просто это удобнее, там силы были, лучше работать на атомикосметроскопе, чем на любом другом зонде. и им нужен оптический микроскоп, чтобы видеть маленький флейт, который вы хотите разрезать, или что-то, и влажность. Народ, короче, поигрался с этой методикой, и продемонстрировали, что эта методика превосходит все, что вы можете сделать на данном объекте с помощью электронной географии, географии, какой угол, по какому параметру ситуации. Вот посмотрите, была у нас полоска прямоугольная графена, мы взяли ее разрезали, и получили один край натуральный, естественный, а второй край это то, что мы сделали с крылом. Я даже не знаю, какой из них такой. Я бы, конечно, предположил, что вот это, скорее всего, искусственное, но это только предположение, они тоже не пишут. Потому что попытались они снять плазмодные всякие резонансы полиэлектронных морков, они не в них разницы, никакой разницы. В то время, как на, вот они, например, порезали графен с помощью этой методики, которая, лауна, который электрофит. Потом при этом графене приделали электрофитографии электронные приделали электрофитографии и порезали DC током, ну, как обычно все эти, да? Получили вот такую графику и после этого снимают те же самые стрелы. Вот спектр, значит, здесь электронный, электрофит, а вот это спектр, значит, посредистили. Здесь сплошной окисел, графен, окисел из техиметрического углевого, с кучей, с кучей матери. Те, которые нам не нужны. И любая, ну, они много чего здесь наделали, вдруг они начали резать ЦНТ, рванную на трубке, контактная методика. Это созданная контактная методика Эрхема. Пока я вам говорю про контактную методику Эрхема, хотя мы от этого ушли практически сразу. Вот так. И из-за того, что контактная методика ЦНТ, что вот она распалась на эти сегменты. Видите, она даже стремилась. Но самое главное, что они доказали, что этот метод смещения, диссоциация платы и взаимодействие с углеродом, является, на это чистым для производства, скажем так, полистические границы по графику. Это сегодня продемонстрирую практически. Разница между численностью в левом и правом, чем нет. По поводу разрешения этого метода, вопрос, что такое разрешение. Оставить или убрать, понимаете, можно оставлять только 5 нанометров. А вот задача убрать 5 нанометров, это несколько методов. Но что они здесь еще очень интересное показали, это я буду потом много об этом говорить и дискутировать по этому поводу, они взяли и прорезали HPN, HPN, эксотенальный горный ритм, который лежит на дрофе, и на CO2, и на крем, в той же же самую методику, они взяли и прорезали HPN. Плохо ли, хорошо ли, они прорезали изоляцию. И вот это вторая часть конкурса. Освящена именно этому. Теории, 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 поверьте, ничего не стоит, потому что это с точки зрения физика, экспериментатора, что здесь нужно знать. Люди попытались, попробовали и получили. Напряжение больше 7 вольт, больше ничего не надо. Действительно, если вы здесь работаете, там 2,8 вольта реакции, больше 7 вольт, все работают. Частоты, я поставил один мегагерц, потому что чем больше будет, то смещение. А вот влажность, да, влажность, должна быть больше 50. Вот это то, что они имеют. По поводу мы вернёмся к этому стаду, кто-то не резали хб. хб. нарезали, и это удивительно. Я потом расскажу. Ну, короче, где-то в феврале у нас появился такой прибор, это интернет X2. Чем он хороший? Посмотрите, видите, литер, 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 литер. Закрываю дверцу, здесь у нас стоит дегронет строим здесь. Я жду, пока, ну, это, например, милиционер, пока у меня, значит, влажность поднимется до 60. По показаниям этого дегронета. Я вообще не знаю, кто его не тарелет. Какой-то, извините, там, поценичный прибор, который, ну, не важно. Я знаю, что он не поднимается никогда выше 80 процентов его показания, какой-то, там, парк, видео, и, зная, что у него показания 65 процентов, я могу работать с проблемами. Из своего опыта айфм работы, я знаю, что при влажности порядка 50 процентов и больше, вы гарантированно на поверхности литер нанометр в один, по причине ты будешь, это гарантированно даже на углировке. ну, вот, и плюс, что мне еще понравилось, то, что я связываю с МТТ, они мне достаточно оперативно исправляют все багов. Вот, оно очень хорошая программа, одноузорно, нутуэтильно ясно, все нормально, но багов нет. Они подчищают достаточно хорошо, и даже изменили методику литографии, написали, записали программу под меня. Задачи, которые наставились в нашем центре, прибыли, например, люди, находят на поверхности СИО2, вот такой графен, и говорят, нам нужно его вот так вот разрез, для того, чтобы потом сделать 300. То есть, положить один с поворотом 0-3 градуса, 2-3, 1-1 градуса, 2-3, получить проводник, микрофен, либо какие-нибудь выгодные. Вот, приходит ко мне такой объект, у меня стоит управлять. У меня вот этот прибор есть достаточно, достаточно хороший оптический микроскоп, чтобы эти графеновые листы увидеть. позволяет увидеть я различаю, вижу, и начинаю видеть. Вот, посмотрите, значит, это склад, здесь 10 нанометров скроу, скроу, на конце, сгибом, а это чисто, но поэтому она прописывается идеально, так же, как здесь. Вы учтите то, что я вам буду показывать, что я все эти измерения делаю той же игрой, которую я резал. Понимаете, да? То есть, совершенно не самые острые, то есть, мне надо здесь говорить на вас разрешение похода в качестве графика. нет, это просто не надо. Я могу отместить сделать суток. я прорезал тут же сном. Обращаю ваше мнение. Толстые графики режутся, тонкие здесь двухслой режутся. Вот это было однослойный. Начал не резать, прорезал сюда, вернулся, пошел дальше. Покончить. Видите? Проводящий слой. Зачем нужен этот зазор? Ну, понятно, нужно прицелиться. Весь лишний объект. На перференцию, на перференционную картинку надо проектировать, с тем, чтобы не засадить, не должен быть зазор. А вот это разрешение был сделан специально для спирт-дейки. Последовая изоляция голография на золу и спирт-дейки. Вот, значит, последняя работа. Немножко, как раз мне попросили, значит, я разрешил. Ну, я его прекрасно сделал. Да, вырезал. Пошел с тем, убираться из портики губа. Короче, этой иглы хватает в лучшем случае на 150 микрон. А так как у меня здесь резы десятки микрон. Ширина реза, качество ширины реза, я вам чуть подальше покажу. Здесь мне нужно было толстые делать, это, значит, порядка 70 нм. Я получал реза, это исключительно реза, 20 нм. А стандарт, на что я сейчас сделаю, это 50 нм, чистенько, убирать никаких загрузений, никаких сугробов. Все продукты реакции пули дарут. Все продукты реакции становятся адекватными. вы сказали, там иглы хватает на 10 микрон. в смысле затупляется или или что перестает наложить. А, поняла. Я потом это еще раз скажу, это Вольфрам 2С, это корбитный фрам. Это стандартный фрам. Он самый лучший оказался на этих вещах. Золотые или платиновые и закончились. вот там вот здесь что-то я хотел вам показать. кусочек это один слой графена а здесь два и вот я на этом здесь видно что улетает сверху продукта реакции. если это двойной графен еще продукты реакции она практически ничем абсолютно очень численно все отличается скорость движения иглы микрон в секунду больше времени уходит на то что это все векторное ну и вот конечная цель которую я решал сейчас построить квантовый бильярд это объект для изучения квантовых бильярдов статистику значит баллистический через точку точный контакт влетает стадион до стадиона это глобальная задача в самом деле в общем стадион начинает упруго отражаться баллистически от поверхности и необходимо было чтобы все размеры этого стадиона были меньше чем баллистическая длина пробега электронов при гелье в температуре естественно мне значит нужно было сформировать квантовый вход сесть дальше видите я с помощью этой методики рисую сейчас только самые тонкие важные вещи я нарисовал сам резонант и дальше я могу той же самой методикой но уже не так бояться более тупой может быть игру и в этой схеме предполагается что для этой кулоновской точки будет гейт который будет контролировать вот эту точку будет контролировать вот эту точку 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 вот это все будет другой кей который будет контролировать ширину ширину границы как бы да мы можем это все будет сделано потом и это я могу сделать тоже за 10 минут максимум подготовить картинку и нарисовать картинку как только я у меня мой показал что то вот 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 это была основная задача у нас несколько физических задач которые не могли раньше подойти потому что у нас не было сейчас можно вопрос там как-то удивительно маленький рез по шкале насколько я вижу нанометр или микрометр вот это один микрон это как раз 1,2 микрона для электронных профилей а сколоцветная я понял справа здесь тут мы можем длину волны понимать ширина прям-то пополам это здесь может это на всякий случай мы здесь сделаем сайт ну в общем короче я попросил чтобы здесь было пол микрона здесь было не больше микрона дальше будем примирить с нашими студентами это в черно-графике вот теперь я вам показал один слой два слоя графита а второе здесь все на графите если я беру 10 нанометров графитовой пленки пытаюсь ее порезать если у меня есть стоп свой то я конечно же могу ее устраивать но достаточно широкие есть энергия туда вкачу много попытался нарисовать на такие посмотрите не улетает все в конце 10 нанометров графена графита и я бы сказал дальше но не стоит потому что будут какие-то проблемы но теперь я сделал на этом же кистину можете прочитать на графите я сделал такие разрезы заново области и задался вопрос а прорезал ли до конца не до конца для того чтобы ответить на этот вопрос я просто сделаю как прорезал разницу потенциалов поверхности потенциалов графита и или что тот графит который у него одна работа а у этого графита который прессов плотность системы в качестве электронов и другое процесс формирования барьера работает и другое поэтому здесь я просто знаю точно что я оставлю здесь окошко предыдущем на стадионе места то здесь будет здесь будет здесь работа будет если будет разрыть траншеи то есть я доказал что я изолировал прорезал но на самом деле я решил эту задачу если сделать клиф вот этого вещества из десяти нанометров до двадцати нанометров скорее всего останется на подможке а на моем поликарбонате останется один два слоя заданной операции граффити зачем там рисовать граффити что хоть электрон не получается раз с с с с с между 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 потому что если у вас игла существует Барьер работы-выхода здесь, барьер работы-выхода здесь, существует поле. То есть один барьер, второй барьер, вот это элитическая поле. Вот это элитическая поле. Вот это элитическая поле. Определение с имиду этого твердого напряжения, фатартического процесса. Так мы делаем. Мы берем и начинаем. Вот это напряжение, оно будет модулировать какие-нибудь небольшие, небольшое напряжение на любой частоте. У нас, соответственно, антиллер, кто притянется, кто не притянется, кто притянется, кто не притянется на частоте этого напряжения. Мы начинаем теперь offset, постоянную составляющую этого напряжения и двигать. Нашли третьи точки. Теперь модуляция. Основная частота, помню-то, пропала. Ее здесь она была, да? А здесь ее нет, здесь удвоенная частота появилась. Потому что здесь как было? Нет, есть, нет, есть. А здесь что есть? Есть, нет, есть. Понятно, в гораздо чаще случится. Такая схема АПЧ для радиоприемников в 2030-е годы. Она ровно так была. Какая схема автоподстройки частоты, в данном случае, нахождение максимум параболы, работает подстроена offset. Как только мы подстроили offset, мы говорим, вот это и есть разница работ с выражающим. То есть, на том, как фасмикроскоп работает, то ли в taking mode, то ли в какой-либо другой mode. Мы параллельно с той частотой, которую мы наступили. Мы прикладываем любую частоту напряжения поднимемая и подстраиваем постоянную составляющую этого напряжения до тех пор, пока основная частота не пропадает, но не показывается. Они появятся в другом начале. То есть фаза зановляется. Однопроходные либо двух, в данном случае двухпроходные не будет. Я сначала топографию снял, после этого подключаю высокочастотную навыграцию в точке двери на его резонансной частке и низкой любой частотой на высоте 50 градусов, начиная сканировать контактную разницу. Но вообще это классическая методика для тревога. Она доступна практически на любых. Почему сила максимальная напряжения равно разности работы? Сейчас что? Почему сила максимальная напряжения равно разности работы? В обратную сторону. Я здесь стиметринный рисунок. Я же не скажу, из конденсатора. Энергия конденсатора пропорциональна 2 квадрата. Правильно? Дальше решишь, что за что. Плотность энергии конденсатора на минус табли. Как же сила? Сила притяжения. Ну, конечно, здесь можно... Дальше мы можем еще с этой проблемой столкнуться. Так. HB. Вот теперь здесь можно посмотреть. Вот этот кусок HBN. Какую толщину не играет роль? На него положили вот этот графен кусочек. И дальше, чтобы увидеть фактический микроскоп, миконавский микроскоп, вот здесь вот видны какие-то границы этого графена. Он здесь действительно виден. А зеленый цвет – это цвет шумового материала? Вот это да. Так он выглядит на 295 нанометров силу 2. Он выглядит как наус. Поэтому по тем там этого цвета, по цветам мы действительно не получили. Это фиолетовый, это тоже где-то наше рыбное. Это желтое-зеленое. На картинке справа, вот там есть какая-то линия, это уже облегченная. Очень долго. Она будет как-то перенадована в 80 градусов кусочек. Это отражение в призме микроскопе. Это Миша Акашникова, специалист. Как вытащить то, чего нельзя увидеть, как вытащить то, чего нельзя увидеть. Мы с вами сейчас решили проблему с проводящим графиком графен. Да? Все получается только для смещения. Не нужен лишний электрон. Берем и режем. С помощью этих паров воды. А теперь давайте попробуем ту же самую задачу решить на изоляторе. А можем ли мы изолятор, то он разрез с помощью химической реакции. Почему он нужен? Потому что HBN это самый классный из всех изоляторов. Он не дает никаких замороженных зарядов, дефектов, которые портят наши структуры. С ним вообще все работают. Интапсулирование графена через HBN. Поэтому принеси HBN. И вот я вам расскажу, как можно, нужно и почему он вешается HBN. Сами понимаете, что графен разрезать на CO2 это на самом-то деле не очень хорошо. Как я потом это все подниму? Если я ставлю графен на CO2, то там будет столько дефектов из-за зарядов внутри CO2, что его даже баллистически трудно будет назвать. Это основная проблема, почему графен себя кладут на тысячи пигментов. Подвижность у графена, который на обучении, кремль, в пластике, там где-то 6 тысяч, это хороший результат. Подвижность электронов фри-стендинг, графене, миллион. Но подвижность на HBN 200 тысяч. Понимаете, да? То есть это все идет между 6 тысячами и 200 тысяч. Это все качество изолятора. То есть качество изолятора HBN идеально подходит для всех наших двумерных задач. Поэтому первым же вопросом у меня было, а как эти графен резать на HBN? Ну, казалось бы, нет проблем. Оказалось, есть проблема. Оказалось, есть проблема. Вот этот графен, который лежит на HBN, я попытался его прорезать. Обратите внимание, что глубина реза много превосходит толщину графеновой листики. И более того, пошла вот такая лавина. Получается, что HBN трапится под графеной. Уйти от этой проблемы можно. Я это сделал таким образом. Я просто стал резать быстро. Очень быстро. Я увеличил скорость на порядке. Представляете, практически HBN перестал резаться, а режется только графеной. А это вот и оставил предыдущие все. Вот здесь вот я попробовал сделать... Это не удачная вещь. Но тем не менее, я просто их привожу. Я попытался сделать остригер для филдемиттера. Для планового филдемиттера. Наверное, на родине, значит, для... Без графена. Ну, тут я увидел свои проблемки, какие точки, это связано с программой. для тех детей, я говорю, что баков там море. Самое главное, это же, видите, я достаточно аккуратно могу регулировать скоростью реза, регулировать глубину прорезания HBN. Теперь показываю такую вещь. Вот это была... Это была окружность. HBN без графена не режется никак. Понимаете, да? То есть что-то в химии, либо еще в чем-то, H-графена, помогает нам удалить... То есть уничтожить HBN, разрушить его решетку и испарить прониктные реакции. И первое, что в голову приходит, глядя вот на эти вот картинки, как развивается фронт травления HBN, это тепло. Горит уголь, выделяется тепло, не отводится в достаточном мере, да? Это тепло, экзотермическая реакция, да? Это тепло способствует разбаву HBN. Это мы будем. Я не утверждаю. Я даже не собираюсь это проверять. Я смотрю, что качественная картинка на вот такую революционную, на фронт, тепловой фронт, очень похожа. Потом, значит, вдруг в какой-то момент у меня вылезет, видите, глубже, 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 такой дух, огромный кратер такой, и игла кончилась, и глаз горела. Она вот в этом гарнире уничтожена, самоуничтожена. Пробила дырку в бочбене до дна, там, или еще куда-то, я не знаю. Но самое... О чем идет речь? Неуправляемая реакция по глубине, когда у вас нет стоп и слоя, я термин, который я буду потом вам еще раз произнесу, это очень важный термин. Необходим стоп и слоя. Прекратить реакцию. У графена на изоляторе это легко. У графена кончится, на нас не кончится, все, вглубь не пойдет. Ну, если все правильно. А здесь, оказывается, нет. Я попытался избежать развития, неконтролированного развития этого управления HPN за счет того, что использовал двух проходных метод технологий. То есть я сначала определил топография и сказал АФМ, теперь мне иглу на один нанометик вниз и включай генерал. Он так и сделал. Вот это вот однородно, более-менее однородно сделано по двух проходной методике. Вот это сделано не по двух проходной методике. Где-то глубже, где-то не глубже, а подочеряк. просто иллюстрация, что есть море-море всяких препобасов, что называется, программ. Сейчас попробуйте, если будете работать. Они иногда полезны. Иногда. В данном случае на самом деле. но неконтролируемый, но он лавинообразный. Как можно контролировать лавину? Понимаете, да? Не возникнет. С этим бороться можно только одним образом. Создаем стоп-слоя. Короче, HVN под графеном тратится. HVN без графена не тратится. Никак. HVN, который лежал на Сио-2. Правильно? Да? А что разница от твоей сказали мертвые мертвые круги ген. Ну, нюанс. Не физическая разница. Все делается одинаково. Просто здесь я использовал двухпроходную методику. Я сначала прописал топографию. После этого сказал прибору опусти иглу на 1 нанометр от того, что по топографии на 1 нанометр и работай. Не опускайся ниже. Вот что я сказал. Понимаешь, да? А вот здесь вот, вот здесь вот. Игла могла вверх-вниз ходить, лишь бы там контроль был по силе, лишь бы силу был. сейчас только порядка 10 килогерц в лучшем случае, правильно? А эти процессы они микросекундные, наносекундные. Понятно, никакого контроля здесь по сути нет. А здесь такой пассивный контроль. Пассивный контроль здесь. Смышается, что наверху там могла меняться ... Да, уйти вглубь только так. Здесь я запретил. опять же, это лукаво, это не физика, это инженерика такая. кто бы во что заразить, я попробовал как. Была бы у меня веревочка, за которой могут дергать и смотреть, как система себя ведет. Скажем, быстрый фидбэк, обратная связь, которая контролирует ток на частоте мегагерси. Ну, нету таких как здесь. А стоит оно? Я думаю, нет. Я могу четко решить, поймите, но стоит ли того? Давайте лучше найдем другой путь, более простой. Вот, например, создание стоп-слой. Когда это будет универсальным, тогда любой это сумеет сделать, а не только я. Понимаешь, я сумею сделать эту задачу, и вам все сказать, ух, какой я крутой, вот все там, пиком, 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 вы там, ньютон, и все прочее. Вы скажете, да, молодец, мы где судите, и вам от этого не ходят. Уже это не сделать. У вас такой задача как раз сделать, чтобы все это умеют делать, доступны. Вот это я пытаюсь вам рассказать. еще вопрос, вот подходя к слою, вот этот прорез, он подходя к слою заканчивается, или резко обрубается на слое, или он немножко проходит внутрь слоя и постепенно как бы падает просто на маленьком пространстве. Честно, абсолютно интересно. Мне все равно как, потому что я не буду это никогда использовать. Я это буду использовать по-другому, я покажу как. Там, где это будет так, как мне надо, так, как мы хотим. Вот чтобы прорезал ровно и не было никаких отбросов. Знаешь, что, закончилось на одной и той же длине. А если я хочу, вот стоп-слой использует как маленький мостик, и если толщина этого мостика будет, ширина мостика слишком маленькая, это получается, этот мостик может как бы сломаться, если, например, вот этот... И придумаешь по-другому. Пойду дальше. Пойду дальше. Вот еще, может, мы вообще делать это классно-электронная висит графема, это для изучения зоны суток графемы, это не лиц. Нет. Это задача, к примеру, такая, ламповую электронику повторить. то, что HBM травится, должен травиться с помощью воды, это было доказано, но достаточно давно, с помощью электронного микроскопа в парах воды присылать электронный микроскоп, который можно из-за полного параметра. Вот такие. Они сделали, они резали. они делали, я не знаю, как раз это здесь хватает или нет, чтобы вы видите, полосы рисовали, видите, вот они нарисовали логотип своего университета, все хорошо, но вот что я могу сказать. Вот это, видите, фактура, вот эта фактура, это не эти. Это мусор, это никому не нужно. То есть такая литография, она убивает все вокруг, это не литография. Но здесь продемонстрировано, что в пары воды энергии электронов какая-нибудь, там 10 электронов обычно не будет реакциях хватает, и действительно происходит химическое разложение HBM, битами, и продукты реакции обязаны быть летучими. мы имеем B, мы имеем N, N, O, ну понятно, газ. B, борная кислота, в конце концов, H3, V, H3, BOR, O, 3, вот так, борная кислота, которая мы в аптеках, которая растворима в воде, нормально. У нас пары воды, у нас конкретная кленка воды, все, что до борной кислоты, и сама борная кислота, все, то, что с азотом, оно все обязано улететь. Вот на этом строилась наша уверенность, что мы сумеем победить в литографии на чистом HB, на изолите. Ну, не режется у нас HB просто так, который лежит на CO2. режется HB под графин. Положили HB на график, на проводник. Ну, подумали, идет, не хватает электрического поля, там, поближе электроды, там электроды, вот, вот это синий, это график, 10-20 нанометров в толщине, вот это HB, который положится, вот это HB на электрологическом, на таком объекте начали работать. И класс режется только так. Посмотри, вот это HB чистенький был. Вот я прорезал такую вещь, прорезал такую вещь, а это вот все складки, фолды, скроллы, на, ну, на слух, ну, не может стоить, по основному, зачем она была засунута в должи, на, Но, дальше, опять удивительная вещь, посмотри, помните логотип МФДИ, здесь вот такая, всплеск, да, идет, стрела, там, МФДИ, ничего не прописалось, а здесь прописалось. Это HB, который лежит на графике, а это HB, завернутый сам на себя. А здесь он не режется. Получается так, один HB, там, 10 нанометров, режется, один HB, 20 нанометров, режется, два по 10 HB, друг на друга, не режется. Проблема интерфейса. Все очень просто. То есть, если у человека подумать, не бояться, панику не разводить. Так вот, просто, здесь у нас, когда мы прикладываем на электрическое поле, возникают такие, как, сказать, проводнички, да, как молнии, которые там раздвигают, разрешают решетку, там, елны начинают бежать, наплевать на все эти тонкости, механика. Самое главное, что есть елный ток. Елный ток доходит до нижней границы или заряжают СИО-2, например, мы там сохраняемся. И блокируют все последующие попытки наши туда ток загнать, елный ток, который потом исправит нам на HB. Здесь то же самое. На этот HB я пытаюсь разрушить, елны пробегают, на этом интерфейсе, на этом HB останавливаются. Электрическое поле, это дальше не подъедет, там есть зазор, ну, как-то конденсатор, по последователям. Таким образом, получается так, что графен сверху HB режет, графен снизу HB режет. Два слоя HB не режет. А задача это была, задача это была именно поставлена так понизляли, надо порезать твист HB. Ответ не висит. Интерфейс. И мы разобрались, что если в первом случае графен на HB, здесь экзотерамическая реакция помогает нам прорезать HB, не обязательно до дна, на какую-то глубину, куда хватит тепла. В этом случае у нас мы режем нормальным образом, как должно быть, если есть сток елного тока. Если нижний интерфейс проводящий, то все будет нормально. То есть, хотя бы один интерфейс у HB на проводящий до стока, все прекрасно работает. Сбичер, графит, бичер. Да, да, все прорезает. Хутно сказать. Вот. Твистит, дежавю. Была такая задача, она есть, мы сейчас ее решим. Вот обратите внимание, вот этот HB был положен на HB. причем, для того, чтобы сделать твист структуру, нужно что сделать? Нужно взять H4, разрезать пополам, поднять одну половинку, повернуть на маленький уголок и положить. Так? Здесь у меня студент, он взял вот этот кусочек, откуда он его изговорил? Я знаю, сказал, что он, он родной с вот этим. Тут не все было в море, что-то улетело после, трансфер, трансфер машины, это нормальная машина, там популяция. Там все поулетало, ну, короче, я сказал, что этот кусочек, он вот с этим кусочком, потому что называется, кристаллографически, идентичный, в одном направлении лежит. Он вам просто положит. Понятно, что просто положить с нулюбым углом невозможно. Что-то там происходит. Так вот, когда происходит на двух идентичных кристаллических решетках в небольшой сдвиг, это называется картинно-муар. Да? Муаровые. Так вот, на... Вот, видите, я айфрами. Здесь не мурайм, но человек просто показал. Вот один HVN, один HVN, полосы, на другую HVN. Почти нулевым углом. Ну и вот, я вам показываю вот этот вот кончик. Вот, вот этот кончик. Вот я показываю. Вот обратите внимание, вот она, ну, картинка. Только что это за мурайм? Это электрический агоним. Диполит на интерфейсе. Поэтому вот есть несколько статей таких крутых, там, физики много. Короче, там на интерфейсе между диэлектриком, HVN-ом, диэлектриком и HVN-ом. Муаровая картинка, она трансформируется в дипольные электрические домены. И эти домены я увидел, измеряя в работу в работу выхода. Метод зонтопотенциалов. То же самое. Я измеряю разницу потенциалов, то есть, встроенное электрическое поле. Электрические домены мне дают встроенное электрическое поле, которое проникает сквозь делик, конечно же, да, из интерфейса. То есть, поэтому эти электрические домены, они вот, тревогички таких из лексагональной структуры строятся эти тревогички. Ну и дальше я что сделал? Идея такая, что я заряжаю интерфейс, правильно, между я его измеряю. Я взял и попытался прорезать верхний HVN по нижнему HVN. Я же вам до этого говорил, что не режется никак. Не режется. Но смотрите, что осталось. Осталась огромная заряженная полость. И этот заряд никуда не уходится. Через день я пришел в мире он там сидит. И именно этот заряд не позволяет мне резать верхний HVN. Если я начну резать если бы я начал резать вот здесь вот, опять та же самая блокировка. Но ежели видом то я бы спокойно этот один слой здесь порезал, вот этот один слой здесь порезал, как только перехожу в пункт, я их записал, да? Не режешься, там где два слой, там где есть интерфейс, который накапливает заряды, он блокирует все мои попытки в дальнейшем. ну вот как результат я вам показываю доказывает, что у меня один с чистым очень чистым интерфейсом я вижу даже эти домены после того домены остались где-то там вот здесь они просто все замыли я вам смотрите про линдографию по сути я ну почти все сказал кроме одной а в какой же методике альфа мы это все делаем мы знаем с вами модуляционная методика какая-нибудь тэпень молот который называется там жаль это цель комп название без контактная методика самая простая и последнее время появляется брюкер ввел эту идеологию продвинуть массы и самая успешная методика работы это пикфос чтобы не иметь никаких компьютеров по поводу патентов и все прочее они все равно будут есть методик по названию методик ну а мартин и я не зависит каждый по своему каждому мы эту методику обзывали по инконтакт мартина она была в 97 году реализована у меня в 98 году с тех пор я работаю когда у меня появился этот прибор то я соответственно в этой гибридной только работаю только в этой гибридной методике в чем разница если например китайцы по той статье они работали в контакт я не буду использовать контакт методику если очень не надо почему потому что например если мне нужно разрезать графен то наезжая на графен здесь я делаю загиб загиб либо скроллы после этого вести не получается короче технологии которые работают с танцером не надо вот если я работаю контактом никаких трения нет поэтому никаких скромов лишних не возникает никаких загибов не возникает загибы ужасно полезны например на HP когда у тебя есть загиб будь уверен здесь тебе будет домен зачем эти домены нужны представляете мы же с вами если умеем двигать манипулировать домен мы же с вами нано конденсатор у которых мы можем менять емкость понимаете то же самое для пупитов и все вот когда вам не нужно никаких трений терпи-мода не проходит заведомо на ней литографии за тысячи статей тысячи убра получилась правильных методик работы если интересно сейчас немножко заходите короче это диссертация как это происходит это из брюкера как они объясняют то же самое все то же самое и вот наконец построить вот это point contact пикфос методика на комнате во влажности все прекрасно вот это 2 нанометра ширина днк 2 нанометра вот тейпинг никогда этого не слил контактная методика никогда этого не слил пикфос пожалуйста доказали что есть 2 периода спирали днк просто так на комнате прогрессивно поэтому просто обратите внимание захотите я потом вам немножко расскажу что это на пальцах почему она хорош ну короче вот такой у меня приборчик который у меня общался и мне этот прибор помогли добавить дали возможность вытащить сигналы замените время сигналы я значит поставил сюда свой усилитель ну это у меня для туннеля микроскопа был усилитель я значит его использовал я его использовал здесь для того чтобы проводить литографию на полупроводниках на полупроводниках все то же самое что на графин химия мы уже прошли он нам не нужен там те же самые 10 вольт и 1 мегаверс как на графин те же самые решения используются прекрасно но когда я перехожу на полупроводники тут возникает проблема не хватает напряжения все это на все та же самая вода прекрасно я вам недавно говорил что вольфрам таки смяли и потом вымывали воду короче любой дихалькоденид с вольфрамом и с молебедемом прекрасно будет резаться в этом что такое дихалькоденид вы знаете да сера телур селен полоний шестая группа халькоденид дихалькоденид это вещество которое имеет два халькоденида и один металл например молитен селен 2 ну целый класс целый класс они сверхпроводники двумерные они топологические изоляторы двумерные они магнетики двумерные в классе дихалькоденида сейчас все работают это полный спектр того о чем мы мечтали а теперь представьте что с помощью трансфер-машины с помощью ледографии мы из этих веществ один слой набираем любой сэндвич любую и мы получаем любую конструкцию я это дело понимал давно кроме одного а как сделать контакт а как сделать для того чтобы работать с тихо клинитами нужно поднять напряжение вместо десяти вольт переменной я значит использую максимум 30 до 30 все остальное просто беру новое вещество провожу линию с переменной вещество вот эти вещества мы просто порезали ну потому что нужно попросить разрешить сделать а вот как я вам сказал что как только у вас вольфран вот это тоже улетел ниоды невозможно было улетел значит плотность энергии такая большая что он просто испаряет то что там смотрите селен летучий тело летучий понимаете да оно осталось только вольфрам и морепену лететь а здесь получается что селены не обе за собой потянули они еще и пикшенальные полны да совершенно шикарные вещества и практически вот этой методикой которую рассказал лидография с помощью мы но теперь основные выводы которые я я работал на таких толщинах толще даже не рекомендую смысл понимаете да потому что у вас сразу форма иглы играет волк полностью играет волк ну все что угодно причем да и зачем если такая 20 миллиметров в смысле толще сделайте другую делайте только те вещи которые не может сделать например как делать контакты графен ведь эту задачу решили элегантно и красиво просто изменить ну во первых графен если сверху вылить металл хор разноголосицы все что угодно кроме одного одной методики сделали инкапсулированный графен вытравили HBM графен HBM вытравили а HBM кристаллографический поэтому травится конусом получился такой конус получается пирамида такая усеченная пирамида по середке значит маленький тоненький атомарный слой графен запылили туда металл просто все запылили ну а дальше получается одномерный контакт графен идеально понимаете идеально то есть 90% эффективности то есть почему 10% у кого-то не получается я не знаю но по крайней мере все мои друзья получается так раз-два не получилось после этого всегда получается сопротивление просто идеально должно быть как теоретики посчитали на каждый атом клад проводимости но это просто вот здесь толщина как раз 10-20 километров между ними графен и спокойно можно даже этой методикой но здесь же вертикально для наличия стоп слой я вам уже говорил значит происходит лавина и самое главное обидно тратите его портите подожди девочка стоп сейчас но сейчас гибридная методика который потому что не создает проблем с внутри не очень запомните дело в том что что касается вы можете потратить ничего не получилось но если вы поставите плате прекрасно поэтому вот то что я и мы совершили выработать из этих лена по конечно и лучше сразу Но куда движемся, для чего? Видите, вот эти задачки у меня со студентами решили сделать вот такие задачки, решили. И вот мы их не могли, я тех пор потом и с ним инструментом где-то больше. Фронтовый бильярт мне вам показал то, что я сейчас уже сделал, это он продолжит, буквально там уже в сентябре все жидко будет умереть. Сплитер Куперовских пар, который Антон Бобис сделал, он это графен, принял ЦНТ. Все хорошо? Нет. Так вот, с помощью графена, это он уже сделал, он будет менее эффективным, скажем, на ЦНТшках сделали эффективность сплитер Куперовских пар, 90% и больше. на граффити, то есть на графене 60%. Поним? Эти частицы, их никто не видел. Но квазичастицы с такими свойствами создать можно. Так вот, одна из таких квазичастиц, которые создать можно, это вот этот диод. Что такое диод? Это монополь диода, то есть квант магнитного заряда, который не существует. И квантоэлектрического заряда, вместе, диод. Эфемерные частицы. Но чем хороша эта частица? Тем, что она не авиаста. Все квантовые алгоритмы, которых я, по крайней мере, читал в построении квантовых компьютеров, они уже будут основываться на не ангелевских, я не знаю как, элементах. Но вот, Саша, надо было в том случае, скажем, все-таки китератику. Вообще, эти частицы не авиасты, а прибор. А ведь можно сделать. Именно в рамках этих дихалькогенидов, этих материалов, апололитических изоляторов. Если вы хотите, могу сказать, это песня. Это отдельная цель. Ну и нейроморфы, которые мы занимаемся в Центре изучения мозга и осознания Костя Новоселова. Что мы хотим сделать? Мы хотим оливерсить эти фактически регулируемые элементы. И магнитным порядком. Что, медленно, грудно, в общем. Именно управляемые в емкости, активности и воздушности. Это все тоже можно сделать, скорее, из нашего опыта чтения литературы. Надеемся, теперь чтение литературы перевести в реальность. И вот эти задачи собираемся решать с помощью этого яжа. Серьезно, что литография существует. То, что я вам сказал точно, что любой из вас. Нужен прибор. Любой прибор тоже может довести. Но если не поинт-конт, забудьте по пикфорстам. Делайте ящик, дегрометр покупайте. Ну, а контилеверы, по-моему, все равно покупают. Понятно, да? Все-таки что происходит с золотом? Почему капит Вольфрама наиболее подходящий материал? Вроде бы казалось, взять золото, совершенно инертный материал, будет вечно работать и все такое. Золото массивное и золото пленка – это две большие разницы. Пленка улетает чуть-чуть, я подогрел где-то там, понимаете? Шматки летят по заковулочкам. На зонт посмотришь, он там наполовину 10 микрон, наполовину голый, обрыл. Все тонкопленочные улетают. Вот те, которые, например, платина-силицид. Да, Кремль, Кремль не было. Платина-силицид продают. Брюкер, по-моему, там, я очень не помню. Дорогие, поэтому я их и не брал. Я думаю, они будут хорошо работать. А все тонкопленочные не работают. Вольфрам, карбид Вольфрам – это один из самых плавких материалов, поэтому он не разлетается на куски, как золото, которое очень капало. И платина улетает только так. Но следующее, кроме того, что это нестабильное, следующее – это окисление. Ну, не окисление, а какое-то нестихиометрическое преобразование этой формы, которое приводит к тому, что оно покрывается непроводящим слоем. Опять же, нестихиометрически, не покрывать каким. И все, и нет процесса. Я могу показать, наверное, нормально. Вау. Это я пытался грохен резать. А игла была не совсем проводящая. И вот это я имею картинку. Видите, бугры. То есть не траншея, а бугры. Это нестихиометрический СО какой-то. Потому что у меня не хватало тока. Вот то же самое у вас на игре. А если тот же, например, тонкая пленка золота, но напеленная с помощью дизинового слоя… Все равно отлетает. Всех отлетают. Платина отлетает. Хотя половина в сломах ездит. Отлетает. Вольфрам – да. В два раза. В два раза. Не на порядке. В два-три раза лучше. Отлетают все. Если бы мы… Я думал, можно взять просто кремниевую клубу. А что это, да? У нас же все-таки материал там Харидопт. Как потерять. И, ну, я затем попробую. Короче, я… Что я сделал как результат? Я взял карбон-нанотрусский. Малтеволы. Покупается. 10 нанометров диаметра. Это покупается в основном. У меня есть, если кому надо, на улице. Добавляешь в воде. Опускаешь. Ставишь картуку на металлическую подложку. Опускаешь туда контакт. Катерина. Белочки. Прикладываешь. Любое переменное там 10 вольт. Максимум, что он может. Любую частоту. Чем выше, тем лучше. Вот. Опустила. 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 Остановился. Выдернул я. Тогда у тебя на конце твоей иглы, пирамиды, будет тучок карбон-нанотрубка. Разрешение 1-нанотрубка. Здесь нанометр. То есть на конце всегда будет у вас один нанометр. То есть здесь нанометр. Так как они молтиволы. Треть металлические. Две трети не металлические. Так как они молтиволы. То не все работающие. Не все работающие. Работайте этими. Кончилось. Опять опустил. Как чернильницы. Нанометр. Продолжаешь. Вода. ЦНТ. И обычный. По этому поводу. Статью писал. Металлические. Но я реализовываю. Но я счастливу не живу. То есть когда не хватает. Сгорело. Металл сгорел здесь. То я просто отклинаю. Аккуратно. Они на пирамиду садятся. Достают до проводящего слоя. Получается нормальный проводящий. Может какой-то. Но углерод. Мы же графит. Начинали с чего? С графита. Как же идти? Конечно же. Но все-таки. Чуть лучше. К слову о том, что говорят. А если используется в этом ящике атмосфер без кислорода. Скажем азотом. Потом парамид воды. Без газа. Вы хотите литографию. Диссоциацию воды. Так в воде кислорода. То же самое говорите. Ну его же гораздо меньше будет. Ну наверное. Хочешь попробовать. Зачем? Я не знаю. Просто чтобы вот этих пожаров не было. Я хочу найти. Я ленивый. Я хочу найти. Я не знаю. Я не знаю. Существует какое-то количество исследования применимости. по поводу игру. Ну да. Десятки статей. Может быть сотни. Бог в помощь, но мне не помогло. Угу. Вот моя эмпирика сказала, что я же там 5-10 микрон золота прорежу. Классно. А вот 150 вольфрамов меня уйдет. Понимаете? То есть я резал, резал, резал. Ну кончилось наконец. Наконец. Понимаете? Я серьезно. Я говорю. И пока лучше я ничего не делаю. Ну. Благодарю. 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 Благодарю.